Пушкин когда-то писал своей жене, не марай душу чтением французских романов. Не марай душу. Наш современник разве что улыбнется этому наказу гения, а зря. Молекулы наследственности получают и акустическую, и светскую информацию. Молчаливое чтение доходит до клеточных ядер. То это дело не в звуке. Даже когда вы молча читаете, все меняется, структурируется внутри вас. И вокруг вас, поверьте, меняется даже ваше, не люблю слово судьба, но ваша жизнь. Один текст оздоравливает наследственность, а другой ее травмирует. Молитвенные слова пробуждают резервные возможности генетического аппарата. Проклятие разрушает волновые программы, а значит разрушает нормальное развитие организма. Не только того, кто проклят, но и того, кто проклинает. Петр Горяев считает, что с помощью словесных мыслей форм человек созидает свой генетический аппарат. К примеру, ребенок, взявший от родителей определенную программу, начинает дебоширить, сквернословить. Тем самым он разрушает себя и свою среду, как социальную, так и психологическую. И катится этот снежный ком из поколения в поколение. Не зря же некоторым нравятся вот определенные фильмы и определенная музыка. Это ваш ком, который к вам прикатился с прошлых поколений. Деградация. И на вас это может все остановиться. Просто перестаньте слушать негативную музыку. Начните слушать классическую музыку. Я когда узнал эту информацию, что музыка и песни меняют мою жизнь. И что страдальцы, которые слушают такие страдательные песни о любви. У них в жизни так все и происходит. Они так всю жизнь страдают. И я помню, перестал эти песни слушать. И я начал искать, а какие вообще песни слушать-то. Слушать-то нечего оказалось. И тогда я помню, заказал там. Еще кассеты были. Огромную посылку. Песен солнечных бардов. То есть это барды, которые несут только позитивные образы. И я так ждал эту посылку. Она два месяца шла. Так что генетическому аппарату совсем не безразлично. О чем вы думаете? Говорите. И какие книги вы читаете? Все впечатывается в волновой геном. Представляете, как это все интересно работает? То есть волновую генетическую программу, которая меняет в ту или иную сторону в вашу жизнь. Программу каждой клетки. Ваше настроение. И ваши действия зависят от этого состояния. Так слово может вызвать рак, а может вылечить. Причем ДНК не разбирает. Общаетесь вы с живым человеком или с героем телевизионного сериала. Слова и мысли влияют на нашу жизнь. ДНК воспринимает человеческую речь и структурирует весь организм. Важно не только то, что мы говорим, но и то, что мы слышим. Ученые пришли к ошеломляющему вводу. ДНК воспринимает человеческую речь. А у ДНК есть антенна, которая улавливает звуковые колебания.